Привет, дорогие друзья, подписчики, геймеры, гости канала и все, кто находится по ту сторону экрана. У микрофона, как всегда, Илья, и это новый выпуск рубрики Игровой Андроид Фрэш. Сегодня, как и обычно, вас ждут три категории, и это новинки игрушек, новости игровой мобильной индустрии, а также полезности. Ну и, ребят, давайте устроим такой форматик, напишите в комментариях, за что вы любите мои выпуски Фрэша, и мне будет очень интересно все это дело почитать. Ну и также, как только мы здесь набираем 2000 лайков, я сразу выпускаю новый топ игрушек, так что давайте поднажмите, и все именно от тебя зависит. Ну и не теряем время, поехали! И начнем мы сегодня с новиночек игрушек, и первая игра это The Boxing, игрушка, которая только-только получила новое обновление. В этой игре вас ждут бои на ринге, и задача вынести соперника. Вообще, The Boxing это здоровский бокс, где вы сможете проверить свои спортивные навыки в таком виртуальном проекте. Выбираем игрока в любой весовой категории, и сражаемся со своими противниками. Защищаемся, контратакуем, и стараемся нанести как можно больше урона. Тут нам показывается урон противника, а также есть шкала усталости, и это, конечно же, все нужно учитывать. Вырабатываем тактику, становимся самым топовым бойцом, и просто всех сокрушаем. Так, идем далее, и следующая игра на сегодня это Rebel Racing, новые отличные гонки. Присоединяйтесь к самому эксклюзивному в Америке соревнованию по шоссейным гонкам, и садитесь с гонщиками со всего мира в высокооктановых гонках. Rebel Racing это игра с различной физикой вождения, кастомизацией, невероятными обгонами и потрясающими локациями. Тут мы будем на западном побережье, мы будем, в общем-то, видеть различные места, и все в таком духе. Собираем, настраиваем и модернизируем парк реальных, классических и современных спорткаров, а затем отправляемся на вершину турнира. Fighting X-Layer, клевый файтинг для андроид девайсов. Перед нами боевой аркадный файтинг в двухмерной оболочке со множеством уникальных персонажей. Тут нам доступно большое количество игровых режимов и различные стили управления. Тут у нас будут 15 классических героев, которые получили новые эффектные модели. Серия EX возрождается и доступна она на мобильные телефоны. Rekt взрывные трюки для мобильных девайсов. С Rekt чрезвычайно легко выполнить трюки и маневры, и таким образом вписаться в тот или иной поворот. Благодаря супер реалистичной физике в игре легко научиться, и будет ее вполне себе несложно освоить. Приземлитесь и быстро переключайтесь на следующий маневр невероятной комбинации трюков. Тут все будет со скоростью 60 кадров в секунду, так что настраивайте свои мобильные телефоны. Rekt заставляет вас доказать и совершенствовать свои навыки на сложной многоуровневой трассе, которая дает вам свободу передвижения. Так, ну что, это были новинки, и теперь игровые новости. Call of Duty начнем именно с этой игрушки, с этой небольшой новости, и у нас кое-что есть интересное. Скоро уже будет открытый бета-тест игры, и вот недавно была реклама даже в Google Play, и игра была на самой главной странице нашего маркета. Там был большой баннер, и это нам говорит о том, что игра вот-вот уже скоро должна появиться. Напоминаю, что уже сейчас можно зарегистрироваться в Google Play, так что ссылку оставлю в описании. Экшен-РПГ с элементами рогалик Moonlighter выйдет на Android и iOS девайсы. В отличие от многих мобильных проектов, эта игра не будет использовать виртуальные джойстики, которые стали популярны в последнее время. Moonlighter это будет больше такая игра с свайпами, где атаковать можно будет автоматически, а уклоняться быстрыми скольжениями пальца по экрану. Но, как заверяют авторы, в карманной версии игры будет полная сюжетная кампания, а также DLC, и всю эту красоту мы увидим уже летом 2019 года. Gwint выйдет также на iOS в конце 2019 года, а на Android будет чуточку позже релиз, а именно в 2020 году. Об этом сообщили сами разработчики SD Project, и компания отметила, что собирается выпустить для своей карточной игры несколько крупных дополнительных обновлений. И, в общем-то, первый из них это Алое Проклятие, и оно уже вроде как доступно. Двигаемся дальше, и Apple представила свой новый игровой сервис Arcade, и, в общем-то, среди эксклюзивов была игрушка OceanCorn 2. Если вы достаточно внимательны, то, думаю, обратили внимание именно на то, что это будет эксклюзив, так что, скорее всего, выход на Android вообще под вопросом, или будет гораздо-гораздо позже. К сожалению, такая вот новость есть, и я обязан был вам об этом сообщить. Ну, а это были вообще наши новости, и теперь перейдем в раздел полезное. Ну, и напоследок, ребят, полезности для Android, и вы знаете, что игр много не бывает, и если вам чего-то не хватило из того, что я показал выше, то я еще рекомендую юзать эмулятор PSP. На самом деле, это очень полезная программа, которая позволит запускать любые PSP-игрушки на своем Android-телефоне. Я, на самом деле, тоже эту тему юзаю, играю так частенько в Tekken, и очень круто заходит, и вам тоже рекомендую так попробовать. Эмулятор называется PSP-эмулятор, и ссылочка будет также в описании, так что спокойно можете поиграть. Ну, что, ребята, на этом мы будем заканчивать наш выпуск, очень надеюсь на вашу поддержку, так что подписывайтесь, лайки ставьте и пишите комментарии. Ну, а так, увидимся во Фрэше ровно через неделю, так что до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok